Мы не футболисты, а фристайлеры, говорит Егор Пономарев. От одного из самых популярных видов спорта во фристайле остался лишь футбольный мяч. Все остальное – авторское творение трюкачей всего мира. Ловкое движение плеч, ног, головы и мяч, как в игрушке-лабиринте, быстро перемещается по заданной траектории. Футбольный фристайл – модное молодежное направление, которому чуть больше 10 лет. За это время российские спортсмены добились небывалых успехов во фристайле, сумев победить почти во всех дисциплинах. Увидел видеозаписи в соцсетях, в таких сайтах, как YouTube, видео с футбольным фристайлом, то есть конкретно батлы, именно профессиональные батлы. Что меня очень впечатлило, это достаточно здорово. Я подумал и решил, что надо бы этим заняться. В это сложно поверить, но чемпионом мира по футбольному фристайлу одинцовец Егор Пономарев стал через год после того, как взял в руки мяч. Затем было удачное знакомство с Игорем Олейником, четырехкратным победителем чемпионата России по футбольному фристайлу. Действующий чемпион предложил одинцовцу присоединиться к команде iFreestyle. Таланты и упорство позволили юноше блестяще выступить на мировом состязании, проходившем минувшим летом в Чехии. В программе чемпионата впервые была заявлена номинация для новичков. Это был шанс, который Егор не собирался упускать. Я уже был очень уверен в себе. Я понимал, что все не просто так. Мне попался Чех Дудиш. Он по соседней ветке полуфинала обыграл своего соотечественника Заплика. У них был очень упорный батл. Они оба являются сильнейшими фристайлером из своей страны. И поскольку турнир проводился в Чехии, как раз было очень сложно. Болельщики меня встречали гулом. Я взял всю волю в кулак и добился успеха. Зародившись в 2003 году, футбольный фристайл в 2015 набрал небывалую популярность. Именно россияне сумели утвердиться в мировом фристайле, ежегодно устанавливая все новые рекорды. Как и любая спортивная дисциплина, футбольный фристайл имеет свой базис. Набор элементов, без которых батл не батл. Чемпион мира Егор Пономарев уже подумывает об авторских наработках. Возможно, коллекцию уникальных элементов дополнит и кроссовер по-пономаревски. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.